На сегодняшний день мы уже имеем 28% всех яровых, уже посеяно на сегодняшний день. Ранних яровых мы уже сегодня имеем 68,5%. Ну и движемся по всем направлениям. Нам надо посеять общее 2,5, грубо говоря, миллиона в этом году всех яровых. Поэтому вопросов больших нет. По удобрениям, то что мы сегодня с вами разговаривали, конечно в этом году, вот с учетом ваших поручений, ситуация складывается гораздо лучше. С учетом квот и имеющихся сегодня уже средств, мы будем иметь по областям вот в целом 70 с небольшим процентом. Значит рост к прошлому году 117%. То есть каждая область обеспечена в этом году минеральными удобрениями лучше. Давайте договоримся, что в будущем году у нас должен быть рост примерно на 10%. Ниже нельзя. Мы понимаем, кто за это должен отвечать. Вот там первый вице-премьер и премьер сегодня сидят и считают, эти деньги выделяют. Надо напрягаться, искать эти деньги. А руками разводить и говорить, что нельзя, ну тогда ничего и не будет. Мы с тобой находимся здесь, на поле и на ферме. Потом мы с тобой поедем на МТЗ. Это здесь? Гайна. Мы там посмотрим малышевый товарный комплекс. А потом поедем на машинный двор в Астровшице. Что меня здесь сегодня волнует в Логойском районе? Я хочу посмотреть, как вот эти, скажем, по старинке подшефные работают здесь. И думаю, что кого-то надо еще догрузить дополнительно колхозами и совхозами. Ну допустим, Минский тракторный завод, мы на него посмотрим. Или это вот Беларусьнефть. Они подтянут эти хозяйства быстрее. Если за ними закрепить, как подшефные, или же, если это госпредприятие, передать в их структуру. Но я хочу посмотреть, вот как же они работают. Как они сработали с теми колхозами, которые им когда-то передали. А как МТЗ работает? Тоже последнее время, после строительства молочно-товарного комплекса. Тоже неплохо. Да, пошли подрежки. Как этот КХП? Хуже, наверное? КХП тоже это хозяйство в золотой серединке. Это хозяйство. То есть оно работает, проблем не создает в районе? Нет. Так надо посмотреть. Я не против там, чтобы частник еще взял. Покажи, как ты работаешь, потом мы передадим. Хотя я не исключаю, что-то надо им в собственность отдавать. Что-то надо им в собственность отдавать в целом. Комплексно. Но это один из вариантов, и он мне должен доложить в ближайшее время, когда он проработает этот вариант. А вы подключитесь. Я ему сказал, надо взять у губернатора, у председателя райисполкома в списке этих хозяйств. Очень тяжелых. Мы их проревизируем, как ты сказал. Потому что, ну, конечно, он в список включит не два хозяйства слабых, а семь или пять. Нате вам, дайте мне подшефтных. Это тоже быть не должно. Это уже там, где в силу каких-то причин невозможно работать нынешних условий. Совершенно верно. Наша беда, психология. Мы начинаем ныть, аграрий. А вот там прочее. Дворник ходит. Да, точно. Вошел в положение. Да, тяжело. Надо им помогать. Бежит ко мне, меня убеждает. Я тоже думаю, да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, а где-то и посмеивается. Вот я напряг, мне дали. Все, дурница должна быть закончена. Посмотрел, все хорошо, помогли. Давай напрягайся. Напрягай людей. Да, будем помогать, но тем не менее и самим шевелиться надо. Преимущество в том, что выбирается самый оптимальный режим двигателя с минимальным расходом топлива и с максимальным КПД. Автоматически. Автоматически. Вот даже если, к примеру, трактор с механической трансмиссией идет под горку и уже, как говорится, двигается, как говорится, давится, ему нужно остановить и переключить скорость, либо переключить все равно скорость. Здесь, на этой трансмиссии, автоматически компьютер выбирает такую скорость трактора, он замедлит тогда, для того, чтобы хватило мощности. Люди, вот те, которые работали, механизаторы, даже не просто не испытатели наши, а вот колхозы на эксплуатационных испытаниях, кажется, их с этого трактора не снять, им очень нравится. Потому что там одной рукояткой управления он задал определенную скорость и все. И больше ничего не надо, трактор сам работает. Тем более перспективы такие, что есть еще этот трактор, может и работать как электростанция. По-моему, до 170 киловатт может выдавать 220 вольт. Вот на ферме электричество закончилось, и что ураган прошел, поставили его, и можно обеспечить ферму электричеством. Ты считаешь, что это перспектива, да? Конечно, потому что это все равно, что мы когда-нибудь придем к электро-трактору, электромобилю, все равно электрификация у нас свое, и экологически чистая. Ну так надо вникнуть, если это перспектива, и если за 10 лет этот трактор и тот, и окупаемость даже нулевая будет, то мы выиграем с точки зрения человека, механизатора. А если он окупится с плюсом, то что тут нам рассудить? Для эксплуатирующей организатора это очень хорошо. Полного цикла нет пока еще, да? До полного цикла, ну, может, 7-8 голов не хватает. Нет, нет, я имею в виду сухостой там. Все, все есть. Все, нет, все есть. Полный, все. Полный. И сколько у вас сарая? Теля, 4 сарая. Отсилка идет, доение идет. У нас молоко экстра, все. Ну, молоко, и варварность 95%. Это вот самое главное, Александр Ильич, решение проблемы с капитами. Значит, то есть, если скрепер, постоянно сухо, подошва только чуть-чуть влажная и проблем с капитомными. Ну что, интересно тебе, да? Очень интересно. Смотри-ка. Достяк. Видно, что молодые, все их интересует. Хороший комплекс. Мы хотим по республике пройтись, выудить, вычленить эти хозяйства и посмотреть, кому-то добавить. У тебя уже три есть. Ну, возьмешь еще два-три для МТЗ, это не проблема, если, допустим, может, тебе в Лагойске и надо землю. Ну, мне нужно, Александр Григорьевич, чтобы зерно. У меня здесь пусты плохие. Вот зерно. У меня нормально, все, но мне нужно зерно. Но зерно же, оно из земли. Потеряли в прошлом году две тысячи тонн. Видишь, ему надо зерно, чтобы здесь иметь рентабельность. Ну, надо ему дать, помочь это. Тут, если разворачиваться, небольшая, надо мастерская. Даже на две единицы. Ну, чтобы она тепленькая была. Заехал. Ну, точно так решили. Дрова, все. Я смотрю, кранбалка тут или что? Кранбалка, да. Ну, пожалуйста, выгружать, хранить что-то можно. Рушить ее не надо. Ну, а здесь площадка для хранения. Со временем может забетонировать, а может и не надо. Ну, чувствуется, порядок есть. Из того, что возможно, у него тут порядок есть. Скромно, но чисто, аккуратно. Нам, хотим мы этого или нет, на мастерские, на молочно-товарные фермы, комплексы, им надо помогать. А все остальное давайте, ребята, вовремя пошить и вовремя убирать.